Как сделать интерьер, который будет актуален долгое время и не будет похож на другие? Сегодня дам вам 5 пунктов, 5 приемов, которые вы сможете применять, а пятый прием, тот, который вы буквально сегодня, сразу после просмотра этого видео, сможете реализовать. Меня зовут Ирина Устьянцева, я практикующий дизайнер интерьера, занимаюсь интерьером с 2007 года, много снималась для «Квартирного вопроса НТВ» и являюсь основателем школы дизайна «Юдизайн». Итак, давайте разбираться. Первый прием – это акцентная стена. Да, прием не суперновый, скорее всего, вы про него уже когда-то слышали, но он действительно рабочий, и это тот прием, на мой взгляд, который не устареет, он будет оставаться актуальным. Вопрос в том, какой это акцент, какая это стена, за счет чего сделан акцент. Самое простое – это акцент за счет цвета. И, по сути, перекрасить одну стену – это не какой-то глобальный ремонт, ничего в этом такого сложного нет, это вполне под силу и вопрос одной банки краски и одного выходного дня. Вот у вас уже обновленный интерьер. Как этот акцент можно использовать? То есть, эта стена может быть, например, какая-то темная или яркая в вашем интерьере, и она будет служить как фон для остальной мебели. Например, если мы говорим про гостиную, то стена за диваном, как правило, то есть диван стоит на таком ярком фоне, и какие-то картины висят. Или это может быть стена за ТВ. Единственное, смотрите, чтобы это был тогда какой-то приятный цвет, не слишком яркий, не слишком кислотный, чтобы у вас глаза не уставали. То есть, если это стена, которая все время на виду. Если мы говорим про яркие цвета, то как раз, как правило, их делают за спиной. То есть, за диваном, в спальне, за изголовьем кровати. И когда вы вечером ложитесь спать, читаете книжку перед сном, или сидите в телефончике, что-то там просматривать, ищите, смотрите новости. У вас этот яркий цвет не перед глазами. Он вас никак не раздражает и никак не мешает вам подготовиться ко сну. Также этот яркий акцент может быть за счет какого-то рисунка на обоях. То есть, это может быть акцент за счет геометрии, или какой-то растительный орнамент. Тут уже в зависимости от вашей стилистики, от того, что для вашего интерьера будет больше подходить. Либо это может быть какой-то рисунок, нанесенный по трафарету, или просто роспись на стене, что, кстати, тоже очень актуально сейчас, когда приглашают художников. Это не что-то заоблачное, не что-то суперсложное. Достаточно много молодых, талантливых ребят, которые учатся в художественном училище. Можно найти на различных сайтах, пригласить домой такого художника, чтобы он расписал вам стену. Это может быть как абстракция, так и какие-то более узнаваемые орнаменты, какие-то сюжеты, опять же, в зависимости от вашей ситуации, от вашей стилистики в интерьере. Я, кстати, недавно использовала этот прием в одном из своих проектов, делала для заказчиков. У нас была акцентная стена в спальне, при том у нас задумка была такая. Мы делали эту стену темно-синей, в такая светло-серая спальня, темно-синяя стена, но мебель не выделяется на этой стене, а наоборот, все, что этой стены касается, становится тоже темно-синим. То есть кровать темно-синяя, столик, тумбочки, все, что коснулось этой стены, как будто бы окрасилось в темно-синий цвет. И то есть вроде бы такой общеизвестный прием, но мы немножечко по-другому его использовали, новое прочтение, и вот уже получился такой необычный дизайн интерьера. Так что пользуйтесь этим приемом, он может очень здорово привнести новизны в ваш интерьер. Следующий прием – это цветная дверь. Это что-то уже менее распространенное, менее стандартное, но если у вас очень спокойный интерьер, спокойная цветовая гамма, то яркое пятно в виде двери межкомнатной может очень здорово разбавить помещение, добавить вот этой изюминки, этого акцента, которого, может быть, вам не хватает, которого вам хочется. И если мы говорим про какой-то интерьер не очень новый, который уже нуждается в переделке, то это может быть суперактуально, когда вы просто перекрашиваете старую дверь. Ничего сложного в этом нет. Просто сейчас это все общедоступно, очень много информации в открытом доступе, как это хорошо сделать, чтобы краска держалась, какую краску использовать. Я сама занималась перекрасками и для заказчиков, и для себя. Поверьте, тут просто немножко вашего энтузиазма, и все получится. То есть тут каких-то сильных таких сложностей, особых навыков не нужно. Точно справитесь. Так что цветная дверь, она правда классно может смотреться в интерьере. И сюда же я бы еще добавила какие-то арочные проемы. Особенно если мы говорим про какие-то устаревшие арочки, ну то, что было 10-15 лет назад, вот эти вот круглые арки с таким деревянным, как будто классическим обрамлением. Если у вас дома такой есть, то можно прям смело эту арку перекрасить. Сейчас это очень популярно. Именно выделять акцентами вот эти арочные проемы. То есть вы из устаревшего интерьера можете сделать очень даже современный и актуальный, отвечающий современным требованиям. Следующее это разноцветная мебель. Особенно актуально, если ваша мебель уже такая подустаревшая, где-то потасканная немножко, подзатертая, то очень здорово, можно дать ей вторую жизнь. Это опять же проосознанное потребление. Диваны можно перетянуть, кресла можно перетянуть, какие-то табуретки, стулья можно перекрасить, комоды перекрасить, добавить ярких красок с помощью мебели. Опять же, это будет здорово смотреться в каком-то нейтральном интерьере, если у вас спокойная цветовая гамма, нет ярких красок, ну или может быть они есть, опять же, за счет мебели, и эту мебель можно обновить и цвет заменить, добавив таким образом новые краски в интерьер, получить совершенно новую картинку. Тоже будет здорово, тоже будет актуально, будет здорово, хорошо смотреться. Это сейчас супер популярно, вот это вот вторичное потребление, переработка, обновление мебели на пике популярности, и вы будете супер в тренде, если займетесь вот этой переделкой вашей мебели, если она действительно того просит, если она того требует. А если мы говорим про новый ремонт, и вы сейчас только в процессе, то просто можно задуматься о том, чтобы добавить какой-то акцент. Например, здорово смотрится, когда спокойный интерьер, и вдруг у вас яркое пятно, появляется диван. Кстати, опять же, на одном из последних проектов я использовала этот прием. У нас совершенно монохромная комната, и появляется яркий красный диван. В его поддержку постер на стене, и все, и этого достаточно. И больше не нужно никаких ярких пятен, и это уже очень здорово будет смотреться. А если вы собираетесь делать ремонт в ближайшее время, то я вас приглашаю на наш бесплатный мастер-класс, где я рассказываю о том, как сделать свой уникальный проект и сэкономить на этом от 200 тысяч рублей на ремонте, то есть чтобы не допустить каких-то ошибок, как правильно все учесть, для того, чтобы ваш ремонт получился продуманный до мелочей и интересный с точки зрения дизайна. Четвертый пункт, как можно добавить акцент в ваш интерьер, это текстиль. Я обожаю работать с текстилем в интерьере. Это один из моих любимейших приемов, потому что вы можете создать нейтральный фон, вы можете сделать абсолютно нейтральное помещение, но за счет текстиля, за счет штор, подушек, ковра добавить какие-то цветовые акценты, которые совершенно по-другому раскроют помещение, совершенно по-другому раскроется ваш интерьер. Как еще можно это использовать? То есть не просто один раз повесили шторы, положили подушечки, вот у вас продуманная концепция. Можно менять интерьер по сезонам, то есть обновлять его к каждому сезону. Например, весной у вас будет какая-то такая цветовая гамма, как молодая зелень, светло-зеленый цвет с каким-то розовым. Такие принты будут цвета использовать. Зимой это, понятно, новогодняя тематика. Осенью это такая теплая цветовая гамма, это золотая листва, оранжевые, коричневые, такие бежевые оттенки. То есть это другая стилистика. И не меняя интерьер, не меняя мебель, не меняя цвет стен, меняя только лишь текстиль, покрывало в спальне, например, туда же, можно полностью менять настроение вашего интерьера. То есть у вас не будет как раз вот этого эффекта, что вы постоянно в одном и том же пространстве находитесь, у вас постоянно будет какое-то такое ощущение новизны. Я знаю, что многие это любят. Кстати, напишите в комментариях, любите ли вы часто обновлять пространство, или вы за такую стабильность, когда сделали один раз и все, живем несколько лет вот в таком интерьере. Я на самом деле разные приемы люблю, но, например, я не тот человек, который постоянно переставляет мебель в квартире. А я знаю, что есть те, кто вот прям каждый месяц то у них там диван, то там диван. Кто-то любит постоянно вот это вот, чтобы движуха в интерьере была. Напишите в комментариях, как у вас с этим происходит. Ну и пятый способ, как я и обещала, тот, который вы сможете использовать уже сегодня. Это работа с декором. Что такое работа с декором? Ну, можно добавить какие-то постеры, добавить картины. И понятно, что картины – это тоже такой вот предмет в интерьере, который должен быть продуманный. Это мы не просто дырку на стене закрываем. Там должна быть какая-то определенная стилистика, определенная цветовая гамма, которая будет или растворяться в вашем интерьере, если это нужно, или служить акцентом, каким-то цветовым пятном, если это нужно. Тут должна быть продуманная концепция. Работа с декором и работа с более мелким декором – это какие-то статуэточки, вазочки, рамочки, подносики. Когда мы вот об этом, обо всем говорим, это все называется таким термином декораторским виньетка. Виньетка – это когда на горизонтальной поверхности есть композиция из нескольких предметов. И эта композиция выглядит красиво и гармонично. Горизонтальная поверхность может быть любая. То есть это может быть какая-то консоль в коридоре, это может быть журнальный столик в гостиной, это может быть просто какая-то открытая полочка где-то, это может быть комод в спальне. Ну, то есть действительно любая горизонтальная поверхность, которая иногда у некоторых просто захламляется, что-то там ставит, то, что должно быть под рукой. Но, по сути, если мы говорим про продуманный дизайн интерьера, где все красиво и стильно, то горизонтальные поверхности как раз используются для виньеток. Если мы обратим внимание на интерьерные журналы, на профессиональные фотосессии, мы увидим, что там практически не бывает пустых журнальных столиков, пустых консолей. Там всегда есть какая-то интересная композиция. Как эту композицию составить? Вы можете использовать поднос. Это не обязательно условие. То есть тут нет прямо такого регламента, что вот так виньетка, а вот так не виньетка. Нет. Но есть все-таки некоторые правила. Какие? Избегаем монотонности по высоте. То есть поставить рядом три одинаковых предмета по высоте, там вазочка, рамочка, статуэточка, будет не очень красиво. Взгляду должно быть интересно за этим наблюдать. То есть должно быть что-то низкое, что-то плоское, что-то высокое и что-то странное, так называемое скульптурное. Что это может быть? Самое простое. Плоское – это шкатулка может быть, это несколько книг лежит горизонтально, или несколько журналов лежит горизонтально. Что-то высокое. Самое простое – это вазочка. Вазочка, в которую можно еще поставить или цветок, или какую-то веточку, веточку эвкалипта, например. То есть что-то такое минималистичное. И что-то скульптурное – это какая-то статуэтка. Это может быть подсвечник, это просто может быть какая-то статуэточка, это может быть какая-то вазочка, горшочек необычной формы. Ну, то есть тут уже смотрите, что у вас дома есть. И когда вы вместе это составляете, то оно смотрится хорошо, гармонично. Конечно, мы еще обращаем внимание на цвет. Да, оно должно гармонировать по цвету. Нельзя там поставить красное, зеленое, желтое, синее в крапинку, все вот это рядом. Как-то это все должно сочетаться красиво. Как правило, хорошо смотрится, когда это какие-то разные текстуры. Ну, это несложно соблюсти, когда у нас есть книги, бумага, когда есть какая-то стеклянная ваза, когда есть какая-то керамическая фатуэточка. Чем более это разнообразно, тем это интереснее смотрится. Когда вы делаете что-то монотонное, как правило, оно не очень хорошо выглядит. И если мы говорим про консоли, про горизонтальную поверхность, конечно, все это должно быть соразмерно. Поставить на большую консоль какую-то маленькую статуэточку, какую-то там подсвечничек и блокнотик положить, ну, это будет странно смотреться. То есть должна быть самоштабность. Если у нас большая консоль, то мы более крупными формами, если мыслим, да, действуем. Если у нас небольшой журнальный столик, то его не стоит слишком перегружать, что он того гляди перевернется на бок. Обращаем внимание на масштаб. Таким образом, вы уже сегодня можете поиграть с различными предметами в вашей квартире, составить вот такие интересные виньетки. И я немножко упоминала про поднос. Если есть дома подносы, то тоже классно их использовать. Виньетка может быть на подносе. То есть, когда появляется поднос, оно композиционно так раз, и все вместе собирается, и смотрится более аккуратно. Нет ощущения, что у вас просто какие-то предметы понаставлены. Но это, как правило, когда виньетка более сложная, когда там уже не три предмета, а пять, семь, нечетное количество используем, то поднос очень здорово все это собирает вместе. Так что пользуйтесь этими приемами, экспериментируйте, пишите в комментариях, что у вас получилось. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. С удовольствием буду их читать, отвечать.